С начала 2024 года зарегистрировано 85 дорожно-транспортных происшествий. Один из участников, которых оставил в нарушении правил дорожного движения Российской Федерации место дорожно-транспортного происшествия. На сегодняшний день 52 из них раскрыто. Три дорожно-транспортных происшествия произошли также в условиях неочевидности, где второй участник оставил место ДТП. Один из водителей и пассажиров, которых получили телесные повреждения. На сегодняшний день все водители установлены и привлечены к установленной законам ответственности. Один из последних случаев это дорожно-транспортное происшествие, которое произошло 15 июня. Водитель, управляя транспортным средством без госрегзнака, совершил наезд на пешехода женщину, причинив ей телесные повреждения. В нарушении правил дорожного движения оставил место дорожно-транспортного происшествия. Через два дня после события с сотрудниками ДПС данный гражданин был установлен и задержан. В настоящее время с ним принимается решение в порядке Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Вообще, какое наказание грезит за оставление места дорожно-транспортного происшествия предусмотрено административное наказание в виде лишения специального права управления до двух лет, либо ареста до 15 суток. Хотелось обратиться ко всем водителям с такого рода советом, соблюдать в этом формате правила дорожного движения. Оговариваются в пункте 2.6 правил дорожного движения Российской Федерации. В случае дорожно-транспортного происшествия ни в коем случае нельзя скрываться с места ДТП. Необходимо по телефону полиции сообщить о дорожно-транспортном происшествии, передать все данные участников и дожидаться прибытия сотрудников полиции. На сегодняшний день законодательно разрешено, в случае, если нет погибших либо пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, водители могут по обоюдному согласию проследовать либо в страховую компанию, заполнив соответствующее извещение о факте причиненного материального ущерба транспортным средствам, либо прибыть к ближайшему наряду ДПС до оформления дорожно-транспортного происшествия. Очень острой проблемой стоит управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также в связи с этим и дорожно-транспортные происшествия. Задокументировано 30 фактов ДТП с водителями в состоянии опьянения. В прошлом году эта цифра была 22 факта. Также отдельным взводом ДПС задокументировано 336 фактов управления состоянием опьянения водителей на обслуживаемой территории. В 54 случаях возбуждены уголовные дела по факту управления транспортным средством лицами, которые раньше уже были подвергнуты административному наказанию. Взвод ДПС несет процесс службы в усиленном режиме, который запланирован также на выходные дни.